Пожали руки. Мы видим небольшую разницу в антропометрии. Александр Гордюшин повыше своего соперника, поведнее рычаги. Ну и, соответственно, задача Варшама Геворгиана остаётся прежней. Сократить дистанцию, перевести и там уже пытаться что-то с соперником делать. Да, Варшам Геворгиан чемпион мира по джиу-джитсу. Ну и, судя, конечно, по разнице в длине рычагов и по той самой антропометрии, про которую вы сказали, Роман, что-то сдаётся мне, попробует рано или поздно Варшам Геворгиан перевести своего оппонента в портер. Потому что как на дальней дистанции, так и в ближнем бою, я думаю, у него не самые лучшие козыри в противостоянии с Александром Гордюшиным. Вот сейчас на скачке Гордюшин достаёт. Да, правый прямой проходит у него. Фронткик подхватывает ногу после этого фронткика Варшам Геворгиан. Да, вот что, собственно говоря, о чём я и рассуждал несколькими секундами ранее. Перешёл поединок в портер, правда, ненадолго. И сейчас борьба в стойке и на выходе мощно боковым заряжает Александр Гордюшин. Потряс, потряс соперника Варшам Геворгиан стал сразу же отходить. А до этого мы увидели очень хорошее колено в исполнении Александра. Пытается зацепом перевести соперника. Варшам Геворгиан этого сделать не позволяет. Ох, как неплохо-то, да? Ну, вы обратите внимание, Гордюшин пока старается не уступать и в этом компоненте. То есть, держится весьма уверенно пока что в портере. Более того, сейчас забирает спину. И вот не совсем понятно, полностью ли заправил руку Александр за шею. Что-то сейчас пытается сказать Давид Хачатрян своему товарищу боевому. Ну, вот так, кстати, сваливается со спины соперника Александр Гордюшин. Вроде бы была хорошая позиция у него, но вот теперь у соперника будет выгодное положение. Поднимается на ноги, но ненадолго, правда, Варшам Геворгиан наносит удар справа. Хорошая защита у Александра. Держит руки соперника, пытается их освободить в Аграм. А, прошу прощения, Варшам. Ну, и пока не дает встать Александру Гордюшину. Две минуты до завершения первого раунда. Пока что активности не так много. Но рефери продолжает наблюдать за борьбой в партере. И влезает в маунт очень легко Варшам Геворгиан. Да, и теперь уже позиция бэк-маунт. Попробует сейчас, судя по всему, Варшам Геворгиан заправить руку. Выйти на удушающий сзади. Пока что не дает это сделать Александр Гордюшин. Тем не менее, еще полторы минуты до конца раунда. И в хорошей позиции находится Варшам Геворгиан. Вот где, собственно говоря, и должен пригодиться тот пресловутый опыт Варшама Геворгиана, о котором мы говорили перед началом боя. Нет, задушить пока не получается. Но раз не получается, надо бить, что и показывает, кстати, Давид Хачатриан. Надо побить, размягчить соперника. Но затем уже попытаться его финишировать. Боковой контроль сейчас мы наблюдаем в исполнении Варшама Геворгиана. Да, и рефери говорит, что нужно включить форсаж, больше работать, иначе вернет все в стойку. Да, вот наконец-то. Что на руку Александру Гордюшину в данной ситуации. Да, безусловно. Мы видели, что в стойке более длинно руки Александр несколько раз хорошо соперника достал. Да, и на руку, и на ногу. Неплохая защита от тейкдауна. Но забирает ногу, забирает он обе ноги, причем Варшам Геворгиана и хороший перевод. Заканчивается первый раунд. Поглагорили друг друга соперники за проведенный раунд. Довольно ровно он получился, так мне кажется. Но здесь все так же просто и понятно, как было до поединков. В стойке у Александра Гордюшина есть преимущество в партере. Конечно, Варшам Геворгиан уже чувствует себя как рыба в воде. Находится он на своей территории. Но весь вопрос еще в том, что до этого самого партера нужно дойти. Такова первостепенная задача. Не дать, не допустить сближения до Александра Гордюшина. Хотя, мы видели несколько раз, как Александр Гордюшин забирал спину. Пытался задушить своего соперника. В общем, говорите о каком-то таком прям серьезнейшем превосходстве в партере. В партере я бы не стал. Да, соглашусь с вами. Но именно в партере были наилучшие шансы оптимизировать все в свою пользу у Варшама Геворгиана. Второй. Ну что ж, второй раунд. Поджимает Александра, но надо делать это с оглядкой. Потому что, как только будет неподготовленная атака... Сейчас хороший джеб. За счет длинной руки сразу же обезопасил себя Александр. Как только будет неподготовленная атака, Варшам Геворгиан, мне кажется, сразу же этим воспользуется. Обратите внимание, кто присутствует на этом турнире. И герой России Виктор Казанцев, который сам является мастером спорта по самбо и греко-римской борьбе. Легендарная личность в истории нашей страны. Ну что ж, продолжаем мы наблюдать за этим интересным противостоянием. Очень опасно пробивал на выходе из клинча коленом Александр Гордюшин. Ну вот, пожалуйста, да? Оу, неплохо левым боковым цепляет соперника Геворгиан. Ну, с минимальными потерями вышел. Вышел из этого положения. Александр. Что сейчас готовит, интересно, Варшам Геворгиан? Пробует он ввязываться в такой короткий размен. Ну вот не знаю, насколько это оправдано, конечно. Ну, как раз его задача сейчас предельно проста. Нужно вызвать соперника на атаку. Тогда будет возможность сделать полшага вперед, сократить дистанцию и начать бороться. Да, и уже делай, как говорится, свою привычную работу. Валяй, одеяль. Ну, простите мне, такие же организмы. Поменял стойку Александр и тут же этим воспользовался. Да, и отлично. Сейчас сработал Варшам Геворгиан. Но тут же оперативно среагировал на эту ситуацию Александр Гордюшин. Нашел свое противоядие и снова на ногах. Неплохо. Обменялись. Так, и что тут? Немножко поплыл Варшам? Нет. Все в порядке. Переводит в портер своего соперника. Что у вас? Первый, первый, первый. Ну вот продолжает удерживать. Без ударов пока. Стой, стой, стой. Вот так, открывай там. И всячески Мешает встать Своему оппоненту Варшам Геворгиан. Стой, ноги. Вот так, хорошо. Корбов. Хорошие удары. Пошли удары. Так, и ошибку допускает Варшам Геворгиан. Хотя, вроде бы, ничто не предвещало беды. Да нет особой беды и сейчас, но ухудшил свою свою позицию, безусловно, Варшам Геворгиан. Меньше двух минут остается до конца раунда. Ну вот пока в такой вязкой манере. Так, и сейчас Хаммерфист по корпусу выбросил Александр Гордюшин. Ну и вот попытка забрать концовку этого раунда. А там кто знает. Может и поединка вообще. Не дает подняться Александр Гордюшин Варшаму Геворгиану. Попадает слева. Бьет по корпусу и тут же в голову добавляет. Минута есть у Александра для того, чтобы все закончить здесь и сейчас. И для этого, в общем-то, все предпосылки есть, потому что Варшам Геворгиан удар это пропускает. Вот еще раз обратите внимание на работу по разным уровням. Пытается сам Варшам бить молотками с земли. Рефери поединок прерывает для того, чтобы вернуть спортсменов в стойки. Поджимает Александр. Немножко болтает сейчас Варшама Геворгиану. Вот несколько таким поднаевшимся он сейчас выглядит. Может быть, это, конечно, обманчивое впечатление. Меньше 30 секунд до конца этого раунда. И есть тейкдаун. Но сразу же поднимается Александр Гордюшин. Да, вот такие настроения, да, царят в углу Варшама Геворгиана. Ну, правда, он устал. Это было заметно в конце второго раунда, когда он пятился, когда его качало из стороны в сторону. И мы теперь уже понимаем, что это никакая не была непрофанация, да, как делают многие спортсмены. Да, это цена пропущенных ударов. Вот такое состояние. Третий раунд. Ну что ж, и вновь начинается бой. Точнее, продолжается. Третий раунд, который должен расставить все акценты, все точки в этом противостоянии. Поджимает Александр, меняет стойки. Мы слышали, что ему советовали и в перерыве, и в конце второго раунда побольше работать с сериями, использовать троечки за счет длины рук. Но надо подготовить атаку и постараться не пропустить проход. Потому что для Геворгяна это единственный выход сейчас. Вы знаете, по-моему, продолжает плыть Варшам Геворгян сейчас. И не хочу, конечно, быть каким-то прорицателем, но не покидает меня ощущение того, что Варшаму, конечно, по-прежнему необходимо продолжать навязывать более удобную для себя манеру поединка, не застаиваться как раз-таки в стойке, а навязать портер и там уже на опыте своем борцовском, на опыте джитсера включить какие-то свои сильные стороны. Потому что в стойке сейчас ему очень тяжело. И мне немножко странно, почему бездействует в данный момент Александр Гордюшин, понимая, что соперник изм... О, есть! Зашел удар справа и так опять качнуло Варшама. И понимая, что соперник не в лучшем состоянии сейчас, можно прибавить и постараться выиграть бой досрочно. Понятно, что по очкам он уже ведет попытка прохода в исполнении Варшама. Да, и хорошо ушел сейчас Александр Гордюшин. Тем не менее Варшам Геворгян зацепился за одну ногу. Но ничего не извлек полезного для себя в этом действии. Ну и вот продолжает пятиться. И в то же время наседает Александр Гордюшин. Благоприрода ему это позволяет. Ну, возможно, готовит какой-то финишный спорт. Да, Александр Гордюшин понимает, что времени еще достаточно. Копит силы. Пошел вперед Варшам Геворгян, понимая, что ему необходимо это делать. Надо идти ва-банк. Надо рисковать. Требует опять от Александра серийной работы, но он выбрасывает исключительно одиночные удары, которые, кстати, периодически заходят. Мы видели, особенно справа. Ну и вы знаете, учитывая сейчас кондиции Варшама, учитывая те функции, которые мы с вами наблюдаем, вполне возможно одного мощного удара Александру Гордюшину, одного точного попадания хватит для досрочного окончания этого поединка. Задача остается лишь в том, основная сложность, чтобы этот удар получился. Ой-ой-ой, пропускает Варшам навстречу. Полтора минуты до завершения боя. Левый прямой заходит. Ничего не скажешь. Гордюшин тактически грамотно ведет этот поединок, несмотря на то, что он дебютант. Да, не форсирует совершенно. Понимая, что соперника он разбивает в стойке, проваливается в Варшам. Поэтому избегает даже минимального риска. Вот теперь уже такая тактика и стратегия Александра Гордюшина становится более-менее понятной. Как говорится, лучше синиться в руках, чем прилетит что-нибудь неприятное от гипотетического журавля. Ой-ой-ой. Еще раз попадает жестко. Хорошая работа. И вот сейчас, в принципе, можно включать все обороты Александру Гордюшину. Достал еще раз слева. Попытался опять войти. Варшам Геворгян, но не получилось. Убежал буквально от соперника Александр. 30 секунд. Старался обмениваться Варшам Геворгян, но полшага назад и все. Да, очень хорошо и легко рвет дистанцию Александр Гордюшин. Не дает себя достать. Ну вот, пошел в размен сейчас Варшам Геворгян, но опять без какой-либо ощутимой пользы для себя. Ну что ж, окончен бой. Ждем судейского решения. Ну, честно говоря, сдается мне, услышим мы единогласное решение в пользу бойца из Рязани. Достается сейчас Варшаму Геворгяну на орехе от Евгения Шевкопляса, от тренера. В третьем раунде, конечно, Варшам Геворгян явно уступил. Не было у него бензина для того, чтобы сражаться в полной мере. Много ударов пропустил. Ну, по сути дела, был статистом, чего греха таить. Не позволил, конечно, себя нокаутировать, забороть все, что угодно, но и никаких проблем своему оппоненту не создал. Уважаемые дамы и господа, в этом бою единогласным решением сути победу одержал боец в синем углу ринга Александр Гордюшин! Ну что ж, произошло то, что, собственно говоря, мы и пророчили. Прекрасный дебют у Александра Гордюшина. Поздравляем его с победой!